привет друзья кто крикнул эврика эврика архимед а кто кто когда на него упала яблоко открыл закон какой закон не тона а кому во сне приснился ну открытие сделал ну кто кто во сне открытие сделал менделей вроде спала и открыл ну что это люди которые постоянно думали об этом и поэтому в какой-то момент когда количество напряжений размышлений над проблемой достигла определенного качества ну там нужен был только в этом как говорится в стакане соленой воды маленький кристаллизатор волосинка чтобы откристаллизовалась но выбор решения произошел но поэтому в индии есть философии там такая фраза и муравей может быть ученику учителя но если ученик готов но мы готовимся к мозговому что правильно и нам нужно выбрать такое приоритетное предмет для решения решение условиях цветнота времени в неопределенности то есть когда большой дефицит информации решение надо принимать быстро чтобы мы были подготовлены я вас готовлю к этому мозговому штурму потому что я на следующем видео напомню вам что такое формула фа формула фа с помощью которой можно приемы саморегуляции использовать таком алгоритме чтобы после этого вы над тем на чем думали озарением но чтобы мы это сделали мозговым штурмом нам нужно выделить эту приоритетную задачу и вы сейчас посылайте в комментах предложения 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 мы сделаем небольшой конкурс выделим эту задачу над которой будем думать но надо ту задачу которая как бы волнует всех и каждого чтобы мы устроили коллективный мозг я вам подскажу схему и мы подберем эту схему такой алгоритм и вы после этого мозгового штурма увидите новый инструмент который вы сможете потом всю жизнь применять когда вам надо в группе в какой-то решить какую-то коллективную задачу которая волнует всех и каждого как ньютона волновала то что его волновала и архимеда то что волновала и менделеев но такая должна быть острой потому что иногда бывает мозговой штурм вот совершенно недавно я в одном коллективе сказал выделите эту задачу но они думали 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 написали свои рабочие задачи профиле деятельности которыми они занимаются вообще но я пример приведу как надо выделить задачу ну вот я дружил с академиком фроловым директором института машиноведения там работал с ведущим научным сотрудником лаборатории биомеханики с такими выдающимися людьми как полилов профессор потом в этом же институте работал на соседней лаборатории а я с петухова с валентином все вещи такой выдающийся человек он даже придумал знаете что помимо того что лаборатория биомеханики продолжает работать но профессор лауреат свое время государственной премии так далее он придумал музыку такую специальную там алгоритмы между тонами и там таким образом происходит по формуле фибоначчи в общем это интересная музыка я когда конечно не очень так то я другую музыку люблю но я петухов очень люблю потому что петухов мгновенно входит состояние саморегуляции поставив себе какую-то задачу и вот получается что в условиях дефицита времени цель ноте цель ноте мозг у него прорабатывает выпорышение потому что в этом состоянии он не мешает собственному мозгу сканировать все свои подсознательные механизмы и найти оптимальный путь их соединение это очень интересная я вас этому буду учить на для этого мы должны формулу фа сначала понять вспомнить что это такое один раз сделать мы это будем следующий раз делать и давайте коменты этом какие вы предполагаете вопросы чтобы мы потом поставили на мозговую штурме и все вместе решить ну например вопросы должны быть какие чтобы вы понимали чтобы они мотивирующие были человека чтобы он участвовал в этом мозговом штурме ну вот например когда я был фролова там академика в институте там много было много летчиков на одном из моих докладов они просто присутствовали люди которые летают истребители там разные точки и вот там значит один из них мне задал вопрос он говорит вот бывает такое говорит что на вираже на вираже теряешь голос штурма ну так кто там ведет штурма земли на ты в наушниках на вираже теряешь его голос как быть вот он конкретную задачу а вот недавно я с группой работал когда я их попросил сформулируйте задачу которого для вас животрепещущие они мне написали просто свои профессиональные задачи но это все равно было бы если бы летчики сидели вот так задали мне вопрос а как летать вот видите как то есть надо сформулировать такую задачу пишите мне там комменты животрепещущую ну не такой например а как устроить счастье это же или вот как например сделать так чтобы все были здоровыми я тоже хочу чтобы все были здоровы но в этой конкретной области к есть конкретной задачи ну например я вам приведу вот там не один человек подсказал конкретную задачу говорит я иду губернатору и мне надо хорошо с ним поговорить а я говорю что тебе волнует но я чувствую себя зажатым ну давай мы устроим давай хочешь для твоего коллектива устроим если вы там собираетесь там чего-то если у вас у всех это животрепещущая задача как вы будете с губернатором разговаривать чтобы вы решили свой вопрос и вовлекли в эту тему устроили мозговой штурм решили вопрос в условиях дефицита времени при минимуме информации то есть условиях неопределенности и вы решите здорово вот эта тема да ну то есть надо вот так вот найти тему и пишите там в комментах свои предложения может вы уже заранее знаете а если вы заранее не знаете его сделайте маленькую разгрузку маленькую разгрузку будет вам как домашнее задание до следующего видео поболтаетесь немножко думаю о чем думается перебирайте разные вопросы и наконец выйдете чтобы могло волновать всех и каждого и вас так сильно волнует как того ньютона архимеда элемент или что сильно волнует и как вам кажется что это волнует всех и мы и давайте так пишите до встречи